Всем привет! В эфире стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи. Media and Stars. Сегодня нести в массы хорошее настроение и свежие новости будем мы, Надя Гречная и Лера Мигай. Успеть нужно многое, поэтому давайте начинать. Лера, а ты боишься пауков? Конечно, мне кажется, все их боятся. А змей? Змей, смотря где и как, они встретятся на моем пути. Но тоже приятного мало. А селедку? Селедку? Надя, что за ерунду ты у меня спрашиваешь? Как связаны змеи, пауки и селедка? Очень просто, а главное по-научному. Давай посмотрим наш первый сюжет и сама все поймешь. Смотрим! Привет всем первооткрывателям! Меня зовут Лиляна Васильева. И сегодня мы отправляемся изучать разнообразие животного мира. Отправляемся мы не в лес, не на море и даже не в бабушки в огород. А отправляемся мы в лабораторию «Умный Минск». Всего за два часа мы пройдем курс о животном мире. На программе по зоологии в лаборатории сразу четыре. Лаборатория земноводных, лаборатория млекопитающих, Лаборатория рыб, лаборатория птиц. Лаборатория рыб, лаборатория млекопитающих, Лаборатория рыб, лаборатория млекопитающих, Лаборатория рыб, лаборатория млекопитающих, 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 Молодец, молодец. Открыл. Это что такое? Ой, ты что? Ты что делаешь? Возьми щипцы. Елки-палки. Она без глаза. Мы их разрезали. Да, только это воняет. О, они такие посеянные. Элки-палки. 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 Жабок, лягушек. Закрывайте, закрывайте, он сейчас вылезет. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой, ушки. Нет, 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 я не буду. Ой, ой, полет. Она кузается? Нет. Никольная. Она усы выставила. Она вам говорит привет. А родители, кстати, тоже не скучают. А специальная родительская лаборатория проверяет свои знания. По биологии. А точнее, учат ее заново. Но все участники в конце программы получают подарок, чтобы продолжить эксперименты дома. Пока все лето мы проводили научные опыты дома, умный Минск взял и переехал. И знаете что? Мы сейчас в самом центре Динамо. На этом Юнас Васильева и Лилияна с вами прощаются. Всем пока. До новых научных ответов. Надя, а ты уже смотрела новую версию рубрики Медиа Китчен? Конечно смотрела. Тогда сможешь объяснить нашим зрителям, что им необходимо знать перед просмотром? Все очень просто. Есть две команды. Им необходимо приготовить блюда за 15 минут. А готовят они самым необычным способом. Каким именно, узнаем прямо сейчас. Не переключайтесь. Мальчишки, давайте вначале поздороваемся со зрителем. Давайте все вместе. Всем привет. Ну, поехали. Всем привет. Меня зовут Алена. А меня Липченко Полина. А меня зовут Валентин. Я Даник Сарксян и я люблю готовить шашлык. А я влещейф Артем. Мы сегодня должны одержать победу. Знаете ли, что сегодня будет происходить? Если честно, я не знаю. Ты не считал сценарий? Нет. Порвем их? Да. Конечно. Вначале берем задание, да? Самое прикольное, что вы до карточек не дотянетесь, поэтому открываю карточку. Я сойдем во всему, да? Французский завтрак с яйцом пашот. Ну, яйцо пашот у нас сегодня не получится, поэтому мы будем готовить... Сэндвич с яйцом. Сэндвич с яйцом. Вы когда-нибудь... Что такое сэндвич знаете? Да, это типа бутерброда, только от треугольного. А теперь посмотрим, как же Нина над нами решила поиздеваться. О, задание называется как? Слепой шеф. Шефу с завязанными глаза. И, разумеется, он ничего не видит. Процессом готовки шеф... Руководит только словами. Главное, чтобы молодые поварята правильно его поняли и не испортили завтрак. Хорошо, сколько нам на это время не дается? 15 минут. Успеем? Да. Все, давайте пять, мне сейчас глаза заряжут. Давай еще раз, давай двумя. Класс. Не подведите. Поехали. Ну что, издевательство началось, да? Так, я реально ничего не вижу. Время пошло. Подождите! Даник, стоишь близко к тостернице, ты сейчас подготавливаешь тосты. Артем, ты берешь сыр и натираешь его на крупную терку. Так, девчонки, дайте мне, я вам тоже буду помогать. Давайте я порежу мясо. Ну, давайте. Я не понимаю, процесс пошел, я ничего не слышу. Может быть. Давай быстрее. Да, у нас очень мало времени. Ты можешь сразу четыре булочки засунуть. Да, там с другой стороны тоже нажим. Как у нас с сыром дела? Хорошо. Ну, вот здесь хотя бы я слышу звук, что что-то происходит. Иди вон там, вот мы будем в мульти-духовке делать яйца. Не пашот, а типа, как это, как яйца на сковородке называются? Жареные. А как жареные яйца называются? Яичницу. Так, берем яйца. Видишь такую емкость стеклянную? Ой, оно свареное. Как свареное? Ну, так свареное. Ну, ладно, будем разбивать, что есть. Размазывай по противню сливочное масло. Артем, Даник мажет противень маслом? Да. Если честно, очень странно быть закрытыми глазами, потому что, мало того, что я ничего не вижу, мальчики так искусно и бесшумно работают, что я ничего еще не слышу. Мне кажется, они просто стоят и смотрят. А куда дальше яйца? Ну-ка, готова. Что? В яйца добавляйте индейку, девчонки. Ау. Просто вверх подними эту штучку. Так помоги ему. А. Так. Даня, там тебе еще нужно с яйцами как бы разобраться. Какой тостер вот так. А как? Выпрыгнули? Опа, да. Артем, ты справился с сыром? Да. Полностью? Да. Так от чего ты молчишь? 7 минут уже прошло. Мы на верном пути. Ставьте в духовку яйца и ставьте, я не знаю на сколько ставьте. Ставьте на максимально, а там будем смотреть. Это 60 минут, не ставьте на 60. Ой, кручи обратно. На 10 минут ставьте. Противень. Наливаем на противень. Вот противень, наливай. А я в духовку поставлю. У нас все почти готово, кстати. Нам осталось сейчас это только красиво, красиво оформить. У меня руки скользкие. Блин. Мы же готовим сэндвичи, а не блины. Так, дальше мы ждем, чтобы у нас... А пока? А пока? А пока мы можем рассказать какую-нибудь занимательную историю со школы. А вы где? Мы здесь. Ладно, ладно. У меня одни в школе десятки. Рассказывай про мальчика своего. Мальчишки, время. Что происходит? Помидорку вот такими кольцами крупными. Ты добавил помидорку, да, на индейку положил? Да. У нас три сэндвича, точно? Подожди, как ты положил на индейку, если Артем до сих пор делает индейку? Меня влюбился мальчик Саша. Саша влюбился? Да. Ну, вроде уже запекается. Хорошо, ждем, значит, пока задымит. Так, блин, что сейчас делать? Что сейчас делать? Помните, что противень горячий, вы не платите. Так, а что сейчас надо делать? Три минуты. Если честно, у нас уже четыре бутерброда. Стоп, стоп, стоп. Четыре? Да. Желток какого? Описывайте мне желток. Белый. Желток. Белый? На плиту. Вот, на плиту. Мальчики, вы сделали только один бутерброд? Нет, еще даже один не готов. Вам нужно было сразу три заготовки сделать. Берем теперь лопаточку. Лопатка? Она жидкая? Ну, да что? Она жидкая. А может мне просто вылить? Мальчишки, комментируйте. Как-то что-то с яйцом не очень. Перекладывай, какое есть. Да, его надо еще как-то тут взять. Да я держу ее. Она уходит. Давай немножко. Нареет он нам еще на три. И время. Па-бам. Так, и шляпка. Наша шляпка. Вот. Как это выглядит? Очень прекрасно. Очень хорошо. Два. Все, у нас готово все. Все, можно снимать? Да. 12 минут ровно. Ну, вы знаете. Так. Ну. Выкладывайте, что получилось. Кто развяжет мне? Я сама развяжу, да? Да. Итак. Смотрите. Вот один, вот второй, вот третий. Все, подожди. Мам, я не хочу есть. Все, не хочешь его есть? Попробовать, что приготовила? Как? Как вам готовилось? Смешно. Смешно. Что было самым сложным? Яйцо. Да, с яйцом было вообще полный трэш. Если честно, очень сложно стоять с закрытыми глазами. Мало того, что кружится голова, вы еще почему-то не говорили, что вы делаете. Но с вами готовили в команде белых. Даник. И Артем. И? Нина. И Нина. Пока. Всем пока. Всем пока. А где яйцо? Это вот это яйцо? Да. Понятно. Попробуйте хоть что мы натворили. Что происходит за кадром? Идеяка вкусная. Знаешь, что я подумала? Что наши ведущие могут порой очень сильно удивлять. Ты сейчас про кого? Ну, например, про нас с тобой. А если серьезно? Серьезно. А если серьезно, ты слышала о таком виде спорта, как хоккей на траве? Про хоккей я, конечно, знаю, но думала, что в него играют исключительно на льду. Нет, я тебе говорю про такой хоккей, в который играют именно на траве. А самое удивительное то, что в него играет наш Злата Крещенович. Ого! Вот это уже поинтереснее. Давай смотреть наш следующий сюжет. Смотрим. Всем привет! На связи Злата Крещенович, ведущего вашего любимого шоу Median Stars. Сегодня я решила вас немного удивить и показать себя в абсолютно неожиданной роли. Секундочку терпения. Сегодня я буду играть в хоккей на траве. Посмотрим, что из этого получится. Мы сегодня всех выиграем. Хоккей на траве я занимаюсь уже 6 лет, играю в команде с одними мальчишками. Что вы должны знать про этот вид спорта? Есть две команды. Задача каждой команды закатить мяч с помощью клюшки. Вот клюшка, вот мяч. Погнали! Чем отличаются индор-хоккей и хоккей на траве? Ну, индор – это по-английски в зале, зальный, а хоккей на траве играется на улице. И хоккей на траве играет 11 человек, как в футболе, а хоккей в зале играет 5 человек. Со сколько лет нужно начинать тренироваться? По правилам Федерации хоккея на траве, именно Белоруссии, постановлением Министерства спорта, набор мальчиков и девочек в секцию хоккея на траве осуществляется 7 лет. Но если есть желание, есть какой-то интерес к хоккею на траве, то можно начинать и в более раннем возрасте. Например, в Европе приходят хоккей на траве даже в 3 годика. Я советую начинать с самого детства. Та же пробежка, та же игра в мяч – это тот же спорт, только начало спорта. Даже можно с 3 лет и клюшечку уже можно держать, и в форме игры уже заниматься любым видом спорта. Кому подойдет этот вид спорта? Ну, этот вид спорта также хорош как для мальчиков, так и для девочек. Но, в частности, в нашей из Дюшора почему-то больше приходят заниматься мальчиков. А девочки у нас на вес золото. Я бы сказала, это жемчужины среди кораллов. Вот, в частности, ты, Злата, у нас одна среди мальчиков тренируешься. Но это очень хорошо для тебя. И все девочки, которые у нас тренировались с мальчиками, они попали в национальную сборную, играют в хороших клубах Республики Беларусь. И надеюсь, что ты тоже скоро заиграешь в какой-нибудь из сборных. Выше, сильнее, быстрее. А стремиться надо, конечно, к олимпийским медалям. Это самое престижное соревнование. Может, уже без клюшки? Из личного опыта тренировка проходит пять раз в неделю по два часа. За это время мы успеваем размяться, сделать небольшую пробежку и позаниматься с клюшками. Нравится ли тебе играть в хоккей и почему? Ну, мне нравится играть с командой. Мне нравится... Ну, нравится мне. Спасибо. Мне нравится хоккей, потому что можно чем-то себя занять на тренировках, всякое такое. Расскажи, почему ты выбрал именно этот вид спорта? Потому что я почувствовал, что это не мое. Не твое? Нет. А почему ты тогда занимаешься хоккеем? Ну, понравилось. Вот и занимаюсь. Ну, вот мне нравится, когда мы побеждаем, а вот мне нравится, когда мы проигрываем. Ты хоть раз пропускал мячи? Да. А можешь уже сказать, сколько раз и поточнее немножко? Я пропускал много. И один раз между ног. Но я так больше не буду. На этом наша тренировка подошла к концу. Настроение, как обычно, класс. Зарядились энергией и готовим к новым свершениям. Меня зовут Злата Крещенович. Всем пока-пока. Надя, а что тебе больше всего запомнилось в телевизионном лагере Starway? Мне, конечно же, батут. Но ведь это не вошло в эфир. И зрители совсем не понимают, о чем ты. Тогда мне больше всего запомнилось, как мы купили ночные посиделки у костра для нашей компашки за 700 мультов. Кстати, это тоже не вошло в эфир. Но было реально круто. И я надеюсь, что зрители Media & Stars все с нетерпением ждут новой серии лагеря. Кстати, сегодня нас ждет финал в Форт Красногорка Геймс. Жаркий тогда был денек. Это точно. Давай смотреть наш следующий сюжет. Смотрим. Форт Красногорка Геймс Команды, мы прибыли на станцию «Невероятные гадости». Перед вами 8 банок с самым противнейшим содержанием. Но в двух из них спрятано по ключу. Играет по одному человеку из каждой команды. Есть всего два условия. Вы играете с завязанными глазами, а участника выбирает команда противника. Ну, во-первых, здравствуйте. Здрасте. Начнем с сегодняшней ночи. Оказывается, у нас живут люди на третьем этаже сверху. Мы живем на втором, и где-то приблизительно в час ночи, плюс-минус, мы услышали странные звуки. Звуки телевизора, точнее, погоды. Кто-то в час ночи решил посмотреть погоду, после этого новости, потом потопать, поговорить. И в итоге нас-то немного выбесило, и мы начали стучать в потолок им. Мы стучим один раз, они нам в ответ один раз. Мы стучим два раза, они нам в ответ два раза. И теперь мы, походу, будем ночью общаться с туками. Ну, сегодня в нашей команде героиней была Стеша. Она сывала руки в разные банки и в опарыша. Я думала, что Стеша в жизни не полезет. И она там пищала. Это был, наверное, самый смешной момент. Она пищала, как резная. Там прям такая... Прям я запомнила прям на всю жизнь задание, когда мне надо было засовывать руки в разные банки. И там было то ли огурцы, то ли хлеб размятый. И я засовываю одну банку в руку. И там просто я чувствую, что кто-то там ползает, там кто-то живой. И я понимаю, что это опарыши. И я начинаю кричать. У меня истерика начинает, потому что я очень жутко боюсь насекомых. Мальчишки, девчонки, а можете гулять вон там или вон там, пожалуйста? И вот я опарышу. Так ты же не сувалась. Нет, я просто представляю, как они это делали. Я все-таки это понимаю хоть немного. Когда мы искали ключ воспитания руку, я тоже попробовала посунуть руку в банку. Я не нашла никакого ключа. Я все вот так вот руками перебирала. Но потом Настя, Назаренко, нашла. Я не знаю, как это, каким образом, когда мы все там прорывали и ничего не нашли. Там были, получается, ролл, там был опарыш, наверное, самое страшное было. Там был хлеб с маслом. Вот тогда я руку засунула. Я потом не знала, как ее помыть. Я думала, что все, чтобы в жизни не залезет. Как она боится бабочек? Что говорить про опарышей? Лучше бы вы туда бабочек засунули. Она бы там орала. Она еще как-то руку засунула, она так орала и тряслась. Я на носочке встала, я такая, типа, прикольно. Не зря мы ее выбрали. Команды, я вас поздравляю, потому что вы успешно прошли все испытания. Команда Юниор Старс, сколько вы заработали ключей? Четыре. Команда Саммер Старс, сколько ключей у вас? Пять. Вы помните, что каждый из команд может открыть семь замков. Будете ли вы пытаться заработать недостающие ключи? Да. Как я предлагаю это сделать? У нас есть гора. Это наша горка. Там спрятаны различные вопросы. Шесть правильно отвеченных вопросов равен один ключ. Каждой команде дается пять минут. В горке может находиться только один человек из команды. То есть одновременно два человека. Из одной команды и из другой. Один человек может за один раз попытаться ответить на два вопроса. Пойдемте к горке. На старт, внимание, поехали. Что за девочка лезет? Это не наша девочка. Я не знаю, что она лезет. Ничего не понимаю. Что можно видеть с закрытыми глазами? Темноту. Что больше, лучше подумай. Какой вопрос? Сколько будет два плюс два умножить на два? Будет шесть. Все правильно. Эльфил, Эйфил. Где, где? Эльфилева башня. Какой город? Ответ говори. Франция. Город какой? Все, Франция. Две бумажки. Сохраняй их. Есть два ответа. Следующий. Последнее испытание было, как мы разгадывали разные загадки и зарабатывали за этого тоже ключи. Я побежала на горку и на лестнице я увидела вопрос, сколько месяцев в году имеет 28 дней. Я на это не ответила. Я подумала, что один месяц, потому что в феврале иногда 28 дней. А второй вопрос, на который я ответила, это как зажечь спичку в воде, чтобы она не погасла. Надо сесть в подводную лодку, погрузиться под воду и зажечь там спичку. А вы все бумажки сохраняли? Да. Давайте посчитаем. Этот правильный ответ вы дали. Один. Правильный Африка. Это был пять. Девять. Один ключ у вас есть. Правильный был. Три. Четыре. Подожди. Пять. Да, на все же правильно. Не хватило. Все. Так, я вам даю недостающий ключ. Итого у вас шесть ключей. Нужное количество ключей у вас собрано. Теперь осталось только найти и открыть нужные замки. Каждый открытый замок равен ста мультам. Я поздравляю вас с завершением форт Красногорка. Games это было насыщенно, интересно, тревожно. Но я надеюсь, вы получили массу классных эмоций. У команды Junior Stars четыре открытых замка. Они получают 400 мультов. Поаплодируем себе. У команды Summer Stars сегодня шесть открытых замков. А еще, соответственно, 600 мультов. А еще сундук мертвеца, который они получают. Палочки сырные от партнера Карамбо. Можете вкусно покушать. Форт Боярд. Это было круто. Ну, мы чуть-чуть уже устали. Ну, как я думаю. Ну, мы проиграли. Ну, я не расстраиваюсь, потому что мы и так уже три раза где-то выиграли. А не только два раза. Мы, скажем так, ну, не совсем проиграли. Все получили деньги. Просто разные суммы. Кстати, был не особо большой отрыв. Всего лишь 200 мультирублей. Обидно то, что две девочки, не буду называть их имена, очень сильно начали задираться. То, что они победили. Не бойтесь, вы когда-нибудь выиграете. Всем начали говорить вот так. Я просто шла к ноге, стала начать обсуждать. А вот мы вот пожелали вам вчера удачи. И вам сказали, а вот вы когда-нибудь тоже выиграете. И вы тоже выиграете. Я считаю, что это неправда. Потому что если команда будет работать слаженно и четко, и не ругаться там, и не говорить, что, а вот ты мог лучше, то все будет всегда классно. А, еще я жду очень девятого дня, потому что тогда будет музыкальная премия. И ты всех порвешь. Наверное. Потому что Нина говорит то, что под мою песню можно сделать такой номер, то, что вообще. Плачет девушка в автомате, крутая зябка, пальцем вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Я еще не придумала, кто-то, по-моему, Лера и Надя хотели, чтобы они сзади там танцевали, но мы еще не приеделились. В принципе, сегодня день тоже был крутой, ну, как и все. Сколько у нас осталось дней до лагеря? Шесть дней, пять. Мы уезжаем. Не хочу, не хочу, не хочу. Тут все было круто. В итоге синяя команда Юниор Старс, точнее мы, смогла заработать четыре ключа и открыть четыре замка. А красная, Саммер Старс, открыла целых шесть. Спустя четыре испытания, разрыв между командами составляет всего лишь шесть баллов. Это было действительно жарко. Каждое новое испытание было не похоже ни на одно другое. Мы искали сундук мертвеца, бежали скованные одной цепью и пытались удержать Пизанскую башню. А в конце устроили нереальные мокрые гонки. Трактора в наших испытаниях, конечно, не было, но я думаю, в следующих он точно появится. А впереди нас ждет много новых испытаний. С вами была я, Настя. Аня. И Илья. Встретимся в новых выпусках! Ну а на этом все яркие новости подходят к концу. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки и рассказывайте о нас, друзья. Вы смотрели стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи. Media and Stars. С вами были Мигай Валерия и Надя Гречная. Всем пока-пока и помните, ваши дети могут больше! Субтитры подогнал «Симон»!